Привет! Это второе видео нашего курса по завариванию кофе, и оно про то, где, как и какой кофе выбрать. Начнем с вопроса, где выбрать кофе. Здесь есть три пути, по которым можно пойти. Такие вот получились стихи. Первый путь – это классический ритейл. Это пятерки, магазины, перекрестки, грузы, ленты. Я думаю, понятно, о чем идет речь. Какие плюсы есть у этой дорожки? Первый плюс – это близко. То есть эти магазины, как правило, близко от дома. То есть можно выйти, пройти 5 метров и купить кофе в этом месте. Второй – это много. То есть этих магазинов огромное количество. То есть можно просто не задумываться о том, что у тебя нет кофе. Можно просто купить его в сотни мест в вашем городе. Третий плюс – это неочевидный плюс, но это можно так сделать акции, скидки. То есть эти магазины, как правило, делают часто распродажи, перепродают, делают предкассовую зону, товары по акции. То есть иногда, наверное, там есть что-то дешевле, чем обычно. Но даже по той цене, по которой они продают в рамках акций, скидок, скорее всего, будет дороже, чем вы купите в других каналах. О них мы говорим чуть позже. Перейдем к минусам. Минусы. Первый минус – это свежесть. Кофе нужно выпить в идеале 30-40 дней с даты обжарки. То есть после этого кофе начинает угасать в рамках вкусоароматических компонентов. Поэтому, когда вы покупаете кофе на полке супермаркета, смотрите на свежесть. Да даже не так. Знаете, как по ГОСТу срок годности кофе в год. Но мы рекомендуем выпить его за 30-40 дней с даты обжарки. Поэтому, когда вы берете полугодовый кофе, ну это такое себе. Второй минус – это маркетинг. Потому что тот продукт, который стоит на полках, это тот продукт, который вложились не в сырье, а вложились в маркетинг. В рекламу, на телевидении и вот аналогичные вещи. То есть его просто раскрутили с точки зрения маркетинга. Поэтому о нем многие знают. Но в сырье особо не вкладывались. Поэтому это безусловный минус. И третий минус – это компетенция продавцов. Потому что продавцы, они не знают ничего о каждом продукте. То есть они продают там тысячи из каю. Там творог, мясо, птица, не знаю, там хлеб. Птицы. Птицы. Птицы продают его в пятерочке? Лебеди продают в пятерочке. Сказал тоже птица. Понятно, да, о чем речь? То есть компетенция продавцов. То есть посоветоваться вряд ли получится. То есть если вам нужно спросить, какой кофе выбрать, исходя из того, как вы пьете, вряд ли у вас это получится. Идем дальше. Второй путь. Это классические магазины кофе и чая. И знаете, такие места, то есть это лавки, кофе, чай, например, с отдельным входом, там 20-30 метров, где много банок. Либо это островки, там 5-10 квадратных метров, где также много банок. И продавец, как правило, в возрасте стоит. Это вот такие места. Какие плюсы есть? Плюсы – это ассортимент. То есть в этих местах, как правило, ассортимента больше. Больше ассортимента по странам, по эспрессо-смесям. Второй плюс – это компетенция. То есть компетенция по отношению к мерчендайзерам и к консультантам в магните гораздо больше. Но опять же, ее не хватает, чтобы снять хорошо потребности и попасть в точку. Какие минусы? Первый минус – это свежесть. Опять же, то есть свежесть в этих местах, она такая, очень лукавая и условная. Потому что все эти точки продают в банках. А какие есть минусы у банки? Во-первых, непонятно, когда вы спали в эту банку. То есть когда ты берешь пачку, там хоть видно дату упаковки, дату обжарки надо ставить. Но когда ты смотришь на банку, там ничего не понятно. И какой продавец в какую смену засыпал, что туда – тоже непонятно. Поэтому свежесть – это такая сущность, которая неочевидна в этом канале. Также, с точки зрения этих банок, меня всегда раздражает тот факт, что туда все суют свой нос. Я когда был студентом, тоже в этих точках покупал. И меня всегда раздражала вот эта ситуация. Засовываешь свой нос в банку, и тебе говорят, понюхай вот эту, вот эту, вот эту. И каждый раз, когда я это делал, я думал о том, какой мой нос в этой банке по очереди. А самое интересное, что ты выбираешь какую-то банку, и потом тебе из нее же насыпают 50-100 грамм чая или кофе. И ты идешь, а хочешь довольный, там вот, пить этот продукт. Второй минус сюда же – это, как его описать-то? Вонючий, что ли, кофе? Не знаю. Ну, вы поняли, короче, да? И третий минус – это цена. Цена, потому что некоторые магазины, например, кофейный кофе, они продают кофе, чай, как героин. То есть он стоит просто, как крыло отбойное. Цена во многих таких местах, она гораздо завышена по рынку. Третий путь, и, как мне кажется, наиболее очевидный для того, где купить, очевидный и правильный, где купить кофе – это кофейни и обжарщики. Почему наиболее правильный? Потому что, когда мы хотим купить обувь, мы идем в обувной магазин. Когда мы хотим купить, там, бытовую технику, мы идем в магазин бытовой техники, да? Поэтому, когда мы хотим купить кофе, надо идти к производителям или к тем, кто работает с производителями. Это либо оффлайн кофейни, эти кофейни могут быть кофейни обжарщиков, либо это могут быть кофейни, которые работают с обжарщиками, либо это может быть онлайн, интернет-магазин. Например, у нас есть бесплатная доставка по всей России кофе-чая, СДЭК, Пикпоинт, Боксбери, Почта России, чем угодно, любой каприз. Соответственно, он оффлайн или онлайн? Какие есть плюсы у этого пути? Первый плюс – это свежесть. Я уже сказал, что кофе должен быть свежим. Поэтому у производителя можно взять максимально свежий кофе. Там неделя, две недели с даты обжарки. Этот кофе будет максимально вкусным. Второй плюс – это цена, потому что производитель даст самую лучшую цену. Здесь все очевидно. Цена у производителя будет выгоднее, чем цена у перекупов в 95% случаев. Третий плюс – это история кофе. То есть, когда вы покупаете кофе у производителя, у обжарщика, он может вам рассказать про него все. То есть, где он вырос, как его собирали, ручная или автоматическая сборка, как он обрабатывался, сухая, мытая хани или экспериментальная обработка, в каких мешках он экспортировался, как он обжаривался, на каком оборудовании он обжаривался, какая степень обжарки, какие рекомендованы способы для приготовления, какие характеристики в рамках сладости, кислотности, горечи этого кофе. То есть, он может вам много рассказать о кофе. Следующий плюс – это компетентность, потому что обжарщики, либо это там, ну, если вы приходите в офлайн, то бариста, если это там онлайн, это администратор интернет-магазина, сможет вам дать, ну, развернутую консультацию. То есть, он может снять потребность, что вы любите, и предложить им то, что вам нужно. Поэтому компетенция – это однозначно плюс. И, наверное, один минус я могу выделить в этом канале – это снобизм. Потому что, честно говоря, в нашем сообществе очень много снобизма. Если вас начинают переключать на Эфиопию, говорят, что Эфиопия – это только ее надо пить, кислотность – это то, что надо к ней идти, в общем, а вы пьете неправильно кофе, неправильно вы завариваете, все делать неправильно, мы сейчас вас научим. То есть, вот, если вы это встречаете, то вот это вот минус, да, о чем я говорю. Если вы знаете, что минусы, вот, именно покупки кофе у обжарщиков и в классных кофейнях, где продают еще и пачки, то напишите в комментариях, я сейчас придумывал и что-то не придумал. Так, давайте дальше. Как купить кофе? Первое, с чего бы я рекомендовал начать – это определиться своей потребностью в рамках вкуса. Что по вкусу вы хотите? Вы хотите горький кофе, очень горький, крепкий кофе? Или вы хотите, там, сладкий кислотный кофе с более легким телом, более питкий? То есть, ну, определиться со вкусом, какой вкус вы хотите? Это первое что. Второе – это понять, как вы его будете заваривать, то есть, каким способом приготовления вы его будете заваривать. Третий момент – это выбрать место, где вы будете покупать. Где покупать, мы это уже обсудили. Четвертый момент – это донести свою потребность продавцу, где вы будете покупать. В ритейле это будет архи-сложно. В двух других каналах будет полегче гораздо. И пятый момент – купить. То есть, вот алгоритм такой, я в капитана очевидность сыграл, как купить. И самое главное здесь – это первые два момента – это сформировать свою потребность по вкусу. То есть, что вы хотите. И второе – это понять, как вы будете его заваривать. Теперь вопрос, ответим на вопрос, какой купить. Здесь все очевидно. Два момента. Первый – свежий кофе. Свежий. Какой свежий? И второй момент – это в зернах. Зерновой кофе. Потому что молоть кофе нужно непосредственно при приготовлении. До приготовления за какое-то время небольшое намолоть себе кофе. Потому что воздух – это главный враг кофе. И эфирные масла из молотого кофе очень быстро сваливают. И он прям угасает с каждым часом, с каждым днем. Поэтому покупать молотый кофе мы не рекомендуем. Мы рекомендуем молоть его дома, перед приготовлением. Например, используя ручную кофемолку, которую можно купить там на… Либо у нас, либо с Алиэкспресса заказать за какую-нибудь там 1000-2000 рублей. Можно взять нормальную ручную кофемолку. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал, задавайте свои вопросы в комментариях. А в следующем видео мы поговорим про экстракцию и что нужно о ней знать при заваривании кофе. Пока-пока. И да, в описании к этому видео есть все необходимые ссылки для того, чтобы купить кофе оптом в розницу или открыть кофейный бизнес вместе с нами. В голове мусор, ватная глядь и грязь, и в карманах пусто, но я иду гулять. Наверное, все. Здесь… В этом видео, пожалуй, все. В этом видео… Ёбаный в рот. Вопросы в этом видео. Пореку Michelle Батgano. Продолжение следует...